Скидки до 30% на все покупки на Яндекс.Маркете при оплате любой картой Альфа-Банка. Если карты нет, закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту и покупайте с выгодой. Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, и сегодня мы вместе с вами наконец-таки отправляемся на наш долгожданный шоппинг. Как вы понимаете, это будет большой шоппинг в Ашан. Наконец-таки мы добрались до хоть какого-то торгового центра, а то дома уже засиделись. Вы соскучились по шоппингам, я это вижу по комментариям. И сегодня у нас непростой шоппинг в Ашан, он максимально предновогодний, так скажем. Шоппинг в последнюю минуту перед Новым годом за 5 минут до. И моя самая главная цель сегодня как можно больше купить сладких подарков, потому что мои подписчики ждут обзора на ассортимент сладких подарков в этом году. В прошлом году это видео вам очень хорошо зашло, и я видела тысячи комментариев о том, что, Маша, пожалуйста, распакуй все сладкие подарки, которые ты, собственно говоря, найдешь в наших супермаркетах. Так что, раз уж вы хотите, я, конечно же, это сделаю. Будем скупать все. Ну и посмотрим, что там в Ашане появилось новенького, что осталось. Ну и в целом, какая там атмосфера. Есть ли там та самая предновогодняя суета. Чтобы вы понимали, утро раннее, то что действительно будет интересно посмотреть, есть ли народ и суетится ли он. Пишите в комментариях, в какое время вы больше всего любите ходить. Я предпочитаю в магазины ходить утром. Чтобы, знаете, устраивать тусы с жусы с милыми бабусечками, потому что они тоже всегда любят приезжать с утра. Ну, в душе мне уже 70. Ладно, друзья, давайте начинать. Большой предновогодний шопинг в Ашан входит в чатик. Let's go. Удивительно, но факт, Новый год все еще на месте. Честно говоря, я думала, что декор уже весь разобрали почистую, но это не так. В этом выпуске, я думаю, мы, в принципе, декор особо смотреть не будем, потому что мы уже с вами ездили на новогодний шопинг в Ашане, где смотрели исключительно декор. Вот это видео, обязательно его посмотрите. Ну, а из новинок, наконец-таки, в Ашане появились в Понсете. Это тот самый рождественский цветок, который вы можете видеть, наверное, в буквально каждом фильме. Он очень красивый, но, честно, за ним тяжело ухаживать. И после Рождества он у меня обычно погибает. Но здесь они такие красивые, что, мне кажется, я не смогу не сдержаться и его какой-нибудь, да, выберу. Допустим, вот этот. Посмотрите, какой он большой, шикарный, роскошный. Хочется взять хотя бы один. Это очень печальная история, но Понсете придется оставить, потому что боимся ее заморозить прямо в первый день. Ну, а рядом с Понсете расположились декоративные веточки. В предыдущие разы их здесь не было, и есть как еловые веточки по 229 рублей, они с ягодками и шишечками, так и различные золотистые, которые можно как вплести в елочку, так и использовать как декор в Айзе. Такие веточки по 129 рублей. Удивительно, что есть только золотые. Серебряные тоже есть, но в очень малом количестве такое чувство, что в этом году все решили делать декор в серебряных цветах. Что самое интересное, они не просто чисто серебряные, а с использованием золотого цвета. И вместе это смотрится красиво. Смотрите, какую шикарную левистону я нашла. Очень сильно похожую на хвост павлина. Смотрится роскошно и стоит всего 329 рублей. Обычно такие веточки стоят в 3-4 раза дороже. Вот раз Ашан прям порадовал. И я нашла серебряные веточки, они также по 129 рублей. Здесь уже более такой сказочный формат, они со звездочками. Также есть розовые веточки, они почему-то дороже по 179 рублей. И персиковые по 169. Для тех, кто не любит блесточки, есть матовые варианты. Смотрите, как красиво выглядит. Есть по 219, а есть по 99 вообще по хорошей скидке. Вот папоротник по 99, это значит, что это вот эти ветки по 99. Выглядит шикарно. Когда мы приезжали сюда месяц назад, это было месяц назад, подарочных пакетов было практически нисколько. И сейчас их очень много. И даже есть в стиле предстоящего года с драконом. По 115 рублей вот такие варианты. Красивые, мне нравятся. Есть даже аниме пакет за 114. Цены такие разные. Смотрите, те были пакеты маленькие, а здесь большой пакет за 105 рублей. Есть даже елка в стиле Гарри Поттера, тоже за 105. Мне больше всего нравятся почему-то пакеты крафтового формата. Они как-то смотрятся более эстетично, что ли. Вот такие, наверное, с драконом. Я возьму парочку. Тут еще такая красивая ручка в красно-белых цветах. Оказывается, есть еще несколько форматов изображения. Большой дракон, то есть его портрет, и вот такой вот дракон полный роз. Я, пожалуй, возьму 3 таких пакета. И возьму 3 пакета в старорусском стиле. Красиво очень выглядит, да? Как будто старые открытки. Хотя это так и есть. Они по 136 рублей. Таких возьму 2. Также подобные пакеты есть в более меньшем размере по 105 рублей. А вот эта девчонка с санями мне вообще очень нравится. Сразу видно, ей весело. Под бутылки? Да, мы каждый год дарим соседям какой-то алкогол. И дарим его просто без пакета. Всегда забываем купить. Так что возьмем. Такие по 49 рублей. Тут есть еще более базовые пакеты. Просто написано «Счастливого Нового года». Его можно будет передарить в следующий год. По 94 рубля они. Давайте тоже парочку возьмем. Ой, со снегирями какой красивый. Возьму два таких пакета и один со снегирями. Вау, это что-то на красивом. А зачем это нужно, такая маленькая сумка? Это, наверное, для горшка, чтобы цветок подарить. Вот, отличный вариант подарка. Я придумала для вас вариант подарка за 500 рублей. Пользуйтесь моим лайфхаком. 500 рублей, сколько радости. Кстати, я не знаю, тому бетон дарить вот такие цветы или нет. Напишите в комментариях. Оказывается, есть еще прозрачные сумки. Это действительно сумки для цветов. Здесь ценник это подтвердил. Здесь, опять-таки, просто написано «Сумка». Прозрачная вообще стоит 67 рублей, и в нее влезет огромный горшок. Что самое удивительное, в Ашане появились вот такие вот коробки подарочные, круглые. Они называются «Шляпные». Очень они мне нравятся, потому что после того, как в них что-то подарил, очень круто в них хранить что угодно. Они смотрятся безумно эстетично. Здесь у них есть разность цветов, начиная от черного, заканчивая зеленым. Есть также большие коробочки шляпные и стоят 300 рублей. Если заказывать на Азон, такая коробка рублей 700 стоит. Я не знаю, почему там так дорого. Вот печаль, они без крышки, поэтому и цена такая. А еще тут огромный выбор бантов. И цены приятные. 7 сантиметров стоят 16 рублей. Также есть 5 сантиметров за 10 рублей. Но более больших бантиков я не нашла. Помимо единичных бантов, есть еще вот такие наборы по 106 рублей, тоже в разных цветах. Единственное, что тут печаль, что всего лишь один бантик. Я думаю, это не возбраняется, если ты набираешь много бантиков, берешь коробку и набираешь ее за то, что тебе хочется. Мне нравятся белые банты, золотые. Также возьму еще пару таких золотых бантов. Зеленые тоже очень красивые. И темно-зеленые, не знаете, как тот самый Дракоша. Такой набор мы берем. Смотрите, тут появились готовые подарочные наборы. Такое я видела только в моде, но теперь еще и в Ашане есть. Допустим, что у нас тут? Кофеечек эгоиста очень вкусный. И конфеты каркунов. Стоит это чудо 804 рубля. Не знаю, выгодно это или нет, напишите в комментариях. Но в принципе, когда куда-то торопишься и нет времени оформлять подарок, почему и нет? Тут такая же история. Те же конфеты и тоже кофе, но уже за 2 900. Ужас какой-то, потому что тут ящик. Это очень дорого. Две тысячи, две тысячи стоит ящик. Это вообще неадекватная цена. Мне кажется, что я не ошиблюсь. Они абсолютно одинаковые, да, а тут стоят 1400. Но за 1400 еще куда ни шло ящик получается 600 рублей. Вот, за 2 800 набор-то побогаче. Тут шампанское, ящик, камильфо и бушерон, шоколад. 2 800. В общем, что-то тут они намудрили, нахитрили. Нужно аккуратно это все выбирать. Меня многие спрашивали, где я брала свои бархатные ленты. Я заказывала на Азоне, но посмотрите, в Ашане тоже есть огромный выбор лент. В том числе есть серебряные и золотые. Их можно не только на подарки использовать, но и в декоре. А вот это мне точно надо, большие подарочные пакеты. В Ашане мы их всегда покупаем, потому что на них адекватная цена. Смотрите, они все по 215 рублей. Есть красный, зеленый с Дедушкой Морозом. И голубой, такой более детский вариант. Мне нравится за 215 именно с Дедом Морозом. По-моему, самый люксовый. И вот эти пакеты очень красивые. Выглядят дорого, да и не стоят они дорого. Они матовые. В ягодку 129 рублей, а в крапинку 144. Вот это вообще что-то на люксовом, на люксовом. Возьму такой один и такой один. Что-то нежданно-негаданно мы решили закупить с упаковкой. Вот еще очень красивый вариант в клеточку. Такой максимальный новогодний рождественский. Стоит 89 рублей. А в крапинку есть пакеты размером поменьше. Еще один вариант большого пакета. Он уже у нас горизонтальный. Стоит 119 рублей. Есть с елочкой вариант. Вау, в клетку очень красиво выглядит. И такая же история по цене, только есть еще и красный вариант. Но для тех, кто любит всякие штучки делать диайвайны, есть такие ящики деревянные, в которые можно как раз-таки подарки сложить. Вот те самые ящики Прованс. Сколько они стоят? Маленькие 888 рублей, а большой 1049. То есть это вот этот 888, а эти уже по 1000. Помните, я ездила в Магнит Косметик и искала там подарочные наборы? Не туда я ездила. Нужно было ехать в Ашанг. Здесь очень много подарочных наборов с рыльно-мыльным и с косметикой. Сейчас мы в отделе с рыльно-мыльным. Тут есть и Дав, и Гарниер, и Тресема, и Лабораториум, и Пантин. Разные варианты Сибирики. Аура, Я самая, Дуру. В общем, абсолютно все здесь собрали. Тут даже есть Seven Days, между прочим. Но если честно, то на маркетплейсах можно найти цену повыгоднее. Очень много вариантов Дав, Камэй. Бренд Свобода, это какая-то новинка, я не видела такой. Но цены очень приятные. Смотрите, за 219 рублей можно взять такой набор, где будет гель и мочалка. Ну а для тех, кто любит больше декоративную косметику, есть наборы от Vivienne Sabo, та самая Кабаре, в различных цветах. И все они по 499 рублей. А вот этот набор вообще с супер скидкой за 369, потому что здесь вместо карандаша для бровей, гель для бровей. Есть набор от Influence, мыло для бровей, плюс тушь для ресниц. Стоит это все 699. Есть еще вот такой набор Кибертрак, тоже 699. Здесь 2 туши. О, вот этот набор крутой. Смотрите, здесь, во-первых, есть лава масла, а во-вторых, есть тушь Кибертрак. Кстати, она классная, такую пробовала, хорошая. Тушь хорошо подкручивает, хорошо удлиняет. Тоже стоит 699 рублей. Лично мне очень приглянулся вот этот набор от Камэй. Стоит он 1599 рублей. Здесь, во-первых, есть бритва, во-вторых, 2 стика для нее. И, в-третьих, вот такая красивая мятная косметичка. Стоит 1599. Есть еще за 1499 более лимитированная коллекция в другом цвете бритвы. Видите, она синяя, но содержимое такое же. Девочки, я нашла Пандору. У нас тут и парфюм, и гель для душа, и все это стоит 599 рублей. А для ангелочков есть вот такой вот набор Angel Love. Стоит 569 рублей. Выглядит очень красиво. Скажите, какая-то особенная эстетика? Здесь гель для душа, мыло и лосьон для тела. А рядом есть вот такой вот гель для душа в большом объеме за 359 рублей. Очень красивая упаковка. Аромат ваниль и мед. Я хочу взять такой либо себе в подарок, либо кому-то подарю. Очень мне он понравился. Нашла что-то до боли знакомое. Такая, думаю, что ваша не за бодишоп? Но нет, это у нас бренд, который называется Бетерика, и они просто максимально сделали похожий дизайн бутылечков, как у The Body Shop. Согласны? Еще хотела бы отметить вот эту зимнюю сказку. Такой, знаете, бюджетный вариант. Стоит всего 169 рублей. Но здесь то, что пригодится всем. И крем для рук, и бальзам для рук. А от Palma Leaf я нашла вот такое крутое приложение. Всего за 399. Мы получаем с вами 2 геля для душа, плюс красивую нежную косметичку. Я не удержалась и зашла в отдел с декором. И, знаете, не зря здесь много новинок. Во-первых, есть такие милые щелкунчики. Остались в основном все в розовом свете, но были, оказывается, еще и серебряные. Стоят они 490 рублей. Это что-то на супер милом. Очень они красивые, особенно розовые. Я же себе точно хочу взять Дедушку Мороза под елку, потому что у нас его нет. Единственное, что я на него не могу найти цену. Давайте возьмем, а потом проверим. Он очень качественный, и это причем не Санта Клаус, это Дедушка Мороз, учитывая то, что он в тулупчике. Посох у него тоже, посмотрите, какой длинный, весь серебряный, еще и с бантиком. Короче говоря, он отправляется к нам домой. Еще мне очень понравился вот этот солдат. Посмотрите, какой он смешной, немножко такой криповый, как будто из фильма ужасов. У него ноги почему-то вместе прошиты, ну, вернее, ботинки. Но вылит он нарядно, что 90 всего лишь стоит. Вау, офигеть. Ну, оно и стоит офигеть. Смотрите, какой красивый декор. Дед Мороз на санях с подарками. Как ты думаешь, цена какая? 3 500. Денис не угадал, стоит это чудо намного дороже. 4 300. Ну, дороговато, конечно, но выглядит он на эти деньги, действительно, он качественный. Мы хоть елку уже и нарядили, но мне не хватает на ней птичек, поэтому возьму вот такие наборы. Они по 129 рублей. Вот эти, наверное, подороже будут, потому что они со стразами. Честно говоря, я немножко в шоке. Я помню, в том году мы приезжали примерно в этот же период в Ашан, и не было ничего. А сейчас очень много нового ассортимента. Опять-таки, когда мы с вами ездили в Ашан, тут уже было все полупустое, как будто уже все разобрали. Красивые розовые шары с сакурой по 199 рублей. Чтобы вы понимали, это флакон с духами. Также нравится очень вот этот шар, ребят, стоит 69 рублей. На него огромная скидка, кому надо, бегите за ним, написано Рождество. Еще из новинок понравился вот этот цветок с калибри, 249 рублей стоит. Есть гроздь с камушками. Это все расплетается, и потом по одной страйсинке вплетается в елку. Очень красиво должно смотреться. Еще один вариант игрушки на розовую елку, цветок за 119 рублей. Пудель, какой же он тяжелый, какой он роскошный. Смотри, есть коктейль. Если бы эти игрушки были месяц назад, я бы, наверное, и не стала делать серебряную, сделала бы розовую. Вот, это нам точно надо. Мне же не хватило бантов. А они, оказывается, тут есть. Посмотрите, по 20 сантиметров стоит один бант 190 рублей. Я закрою свой гештальт и все-таки их куплю. А тут еще в комплекте белый банн. Он будет ни в силу, ни в городу, но его тоже можно где-то использовать. И возьму несколько наборов вот таких бантов, потому что, опять-таки, не хватило сбоку мне их для идеальной елки. Я думаю, 4 упаковки достаточно. Это что-то на богатом. Смотрите, какая роскошь. Все, определено, в следующем году мы снова делаем розовую елку. Они мне очень нравятся. По 189 рублей. Роскошные, бархатные. Елка с ними будет, как из дворца. Вау, какая верхушка. 549 рублей стоит. Но она есть только в золотом цвете, в серебряном такой не было. Очень красивая. Конечно же, мой любимый отдел с подарками для наших любимых животных. Тут столько новинок. Много. Давайте смотреть. Есть такая вот игрушка для собак в виде снеговичка. Спищалка. Я думаю, нам такое нужно взять в фунички. Также тут есть игрушки для кошек с дедушками Морозами. Есть такая за 345 рублей. Он тут большой и не пищит. И есть такой вариант махровый за 229 рублей. Я его, думаю, Лире возьму в подарок, потому что она такое очень любит. Да, у вас, наверное, есть вопрос. У вас что, есть кошка? Нет, у нас нет кошки. Лира – это собака. И не наша, а моей мамы. И ей нравятся такие игрушки. О, кажется, я нашла лучший в мире мяч. Он мягкий, трогай. Берем фунтику и Ричарду. Они по-разному звучат. Оп, оп. Баксу мы тоже что-нибудь выберем. Смотрите, есть еще такие игрушки по 179 рублей. Из нее уже пищалка выпала. За 257 рублей. 267 рублей – это у нас медведь. А за 209 рублей – снеговик. Он жесткий. Вау, какая миленькая игрушка в виде сапожка. Свитера – это моя любовь. 699 рублей – Мэри Крисмас. Синенький свитер какой-то размер. Длина 25,5 см. Ну, такой подойдет 100% на баксика. Это вот прям его размер. Я, наверное, ему возьму. Все свитерочки по 699 рублей за исключением вот таких. Они не новогодние, а просто красивые. Размеры у них, конечно, странные. Просто пишутся сантиметры. Тут, допустим, 22 см. Короче, выводы. 25,5 см мы точно берем для баксов подарок. И вот мне кажется, что 22 см будет маловато фунтику, да? Он у нас уже подрос. Тоже такой мужичок становится крепенький. Так что фунтику мы тоже берем 25,5 см, так сказать, на вырост. Гуртка за 999 рублей. Но это не куртка, это жилетка. Будет греться грудка и спинка. Грудка на молнии. Написано Fashion Sports. А есть самый настоящий комбез за 799 рублей. Но он, конечно, маленький, красивый, модный. Кому интересно, длина 26 см. То есть он на крошечную собачку, на йорка, допустим. Зацените, я нашла один календарь в Ашане. С такими маленькими варежками. Очень они маленькие, что туда можно спрятать. Максимум, какую-то записку. И календарь этот на 31 день стоит 1090 рублей. Плюсом здесь появились новые рождественские носочки. Раньше их не было. 690. 690. Ну это вообще что-то на роскошном. Какой-то Ральф Лоурен подъехал. Есть как красный, так и синий. Боже, он идеальный, скажи. За 790 можно взять вот такой. А за 349 самый обычный. Также за 790 рублей есть носок в виде снеговика. И носок с розовыми оттенками. Тоже 790. А тут чисто носок на один год, потому что он с символом года. За 690. Ребята, это просто разрыв. Посмотрите, тут целый ряд с новогодней посудой. Рядом очень много новогодних подарков. Конечно же, мы с вами шоппинг продолжим на посуде, потому что здесь очень много всего красивого. Допустим, вот такая кружка с Сантой Клаусом. Стоит она 299 рублей. Зато за 479 можно взять вот такую кружку с крышкой. Она из доломита. Она одноразовая. После зимы она треснет. Всего за 100 рублей можно взять кружку с драконом. Есть что-то более на китайском и более красочные мотивы. Но она такая. Не очень. А вот это, конечно, очень красиво. Это такая сервировочная тарелка в виде пряничного домика. Она тоже из доломита и производства Китай. Стоит такой домик 599 рублей. Да, посмотрите, она уже потрескалась, уже полопалась. Снизу у нас есть подносы по 549 рублей, которые железные и в формате новогодних часов. Самая красивая кружка 2.0. 499 рублей с крышкой. Часто с такими кружками идут еще ложки, но тут не положили. Это тоже доломит. Поэтому печальная история. Как это блюдо с оленем? Это не просто блюдо. Это такая минажница. Сюда можно орешки, сюда маслины, оливки. А тут, допустим, срочек. Смотрите, какие красивые подсвечники появились с шишечками. Это просто стакан, который вставляется вот в такое декоративное вино. 549 рублей. А чем нам предлагают декорировать новогодний стол? Бокалами по 69 рублей. Конвертами для столовых приборов по 139 рублей, либо по 129 рублей. Красными тарелками и красивыми новогодними салатниками. Такой стоит 319. Неожиданно, но я нашла очень красивую свечу в виде щелкунчика на 1279 рублей. Такую подарить не стыдно. Очень качественно выполнена. И она есть в двух оттенках. Красном и бордовом. Милые елочки по 129 рублей. Пахнут они не очень. И есть вот такие вот гномики по 119. Оказывается, тут есть еще и скатерти, причем различные. Есть традиционно китайские из дракона. Посмотрите, какая скатерти. Размер 180 на 145. Стоит 749 рублей. Есть скатерти, который мне очень нравится. Она белая, с серебряными нитками. Стоит 859 рублей. Но у него маленький размер. Всего 120 на 150. Также есть такая скатерть-снежинка. Размер 180 на 150. Стоит 1199. И вот этот скатерть, скорее всего, поедет с нами домой. У нее размер 220 на 150. Она стоит 1429 рублей. Смотрите, в подарок можно собрать целый набор обеденный. Тарелки с динозавром Merry Christmas, Happy Holiday. Плюс к ним вот такие вот кружки. Это, знаете, такой детский набор. Я помню, мне в детстве похожие дарили. Плюс есть салатник, ну или же супница по 269 рублей. Берешь три позиции, и целый набор готов. Смотрите, кружка плюс салатник. Стоит 499 рублей. Готовый подарок. Скидки до 30% на все покупки на Яндекс.Маркете. При оплате любой картой Альфа-банка. Если карты нет, закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту и покупайте с выгодой. Ну а теперь то, ради чего мы приехали. Сладкие наборы, которые находятся позади меня. Здесь их огромный ассортимент, поэтому мы приехали в Ашан, потому что в Ашане есть все. Начнем, наверное, с ММДЭМС, потому что у ММДЭМС очень много наборов. Цена у нас находится внизу. Допустим, сапожок стоит 439 рублей, а вот такие сани 429. Давай, оператор, выбирай, какой этот или этот берем на обзор. Берем сапожочек. Внимание, здесь 183 грамма, а в санях 280, а сани стоят дешевле. Ребят, представляете, вот это стоит на 10 рублей дороже, но тут на 100 грамм меньше. Значит, берем сани. Обязательно возьмем вот такую Аленку, она стоит 529 рублей. Такой базовый наборчик, здесь 500 грамм. Плюс будет интересно сравнить ту Аленку с этой, которая стоит 549 рублей, но в этом наборе уже грамм 400. За 479 рублей можно взять вот такой вот домик, чудеса и подарки. Тут у нас 475 грамм, бренд называется Лакомка. Смотрите, что за люкс. За 329 рублей можно взять такое шампанское, поистине детское. Ну а рядом расположилась очень красивая коробочка. Стоит она 799 рублей. Внутри нас ждет всего лишь 400 грамм какого-то сладкого удовольствия, но только ради этой баночки можно взять, посмотреть что-то внутри. Сто процентная новинка, это подарок от Хрутки. Стоит он 349 рублей, очень красивый. Возьмем и его. Дальше за 1299 рублей можно взять вот такой вот огромный тубус. Называется упряжка и тут целый килограмм. Далее за 249 рублей есть вот такая конфета. Левушка, я обожаю Левушку. В 899 рублей стоит вот такой рюкзачок. Обязательно его возьмем, он очень тяжелый. Здесь, наверное, килограмм, если не больше. За 749 рублей можно взять вот такой набор, но брать я его не буду, потому что открывала в прошлом году. Обязательно смотрите прошлогодний выпуск про сладкие подарки. Ну а рядом за 599 рублей расположился вот такой Дедушка Мороз, в котором я уже нашла Аленку. Далее очень интересный подарок со Снегурочкой. Это, наверное, любимые с детства, да, это любимые с детства конфеты. Стоит такой подарок всего 279 рублей. Здесь 185 грамм, цена хорошая, так что возьмем, посмотрим, какие конфеты внутри. Подарок за 749 рублей, опять-таки тубус. Видимо, в этом году какой-то тренд на подобные подарки, потому что в прошлом году таких не было. Очень он красиво выглядит, должно быть что-то на любимом нами с детства. Вот интересно, насколько будут разнообразные конфеты. Допустим, этот подарок тоже Родфронт Бабайский Красный Октябрь, но он поменьше и стоит 499 рублей. Как вы считаете, есть ли смысл его брать? Денис говорит нет. Ну, наверное, я тоже так думаю, потому что плюс-минус все будет похоже. Но вот такой мы с вами обязаны взять, называется «Веселые нотки». Здесь у нас снегири красивые и стоит 469 рублей. Вау, а это подарок, как знаете, из какой-то елки. Стоит он 1000 рублей, очень тяжелый. И сразу видно, что это новый вариант подарка, потому что на нем тот самый дракон, символ года. Обязательно возьмем. Ну, а для тех, кто любит цирк, шапитой, всю вот эту историю, есть вот такой подарок. Он стоит 799 рублей, и я так понимаю, что он в двух дизайнах. Более детском и более традиционном. Ну что, как думаете, какой лучше взять? Мне кажется, это что-то более на богатом. Посмотри просто на этого волка, который в красивом костюме. Берем его. Кажется, я нашла как самые бюджетные подарки, так и самые необычные. Во-первых, я всегда хотела попробовать вот этот набор, такой маленький, и стоит 649 рублей. Но тут сразу все понятно. Тут будет киндер-буэна, киндер-яйца, ханута-минс и вот эта конфетка тронки. Кстати, тронки эксклюзивные можно купить только в подарочных наборах. Я хочу взять вот этот набор. Это игра «Шоколадная фабрика». Лео и его друзья. 549 рублей стоят. То есть у нас тут будет и шоколадки, и игра. Интересно посмотреть. Еще одна шоколадная игра. Должны быть плитки с шоколадом. Смешарики стоят 549 рублей. Это тот же самый бренд, поэтому смысла, наверное, нету брать. Тут нужно понимать, что ты хочешь больше смешариков или Лео. А я поняла, что я-то хочу смешариков. Яйца будем брать. Смотри, 599 рублей стоят, как киндер. А оно непонятного происхождения. Тут 200 грамм шоколада и какая-то игрушка. Чисто ради интереса посмотрим, что там. Стоит ли оно этих денег. Также тут есть подарок за 499 рублей. С красивым крокодилом. Здесь 550 грамм. Фабрика неизвестна, но узнаем дом. О, я знаю, что очень многие любят вот этих персонажей. Три кота. Стоит он 329 рублей. Ребята, мой шок в шоке. Смотрите, здесь адвент календарь есть из Польши в виде поезда. А стоит всего 989 рублей. Я его покупала за 2500. Так что очень хорошее предложение, кому нужно. Здесь конфеты реально классные. Даже есть киндер сюрприз. Это огромная редкость. Тот самый с игрушкой. А вот это нам точно надо. Во-первых, здесь, ну погоди, это один из любимых мультиков детства. Во-вторых, здесь 500 грамм и стоит всего 399 рублей. За 299 можно взять подарок от Фрутеллы, из которого сыпется Санта Клаус. Называется он Зимний камин. Почему-то некоторые подарки очень сильно помятые. Давайте возьмем вот этот. Он сейчас с огромной скидкой. То есть, а стоил-то 549. Не хухры-мухры. Наверху есть еще один подарок от Нутеллы, который стоит 239 рублей. Возьмем оба, сравним наполнение. Плюсом за 399 можно взять чемодан Горыныча, в котором 500 грамм. По-моему, они ошиблись. Он очень легкий. Вот здесь потяжелее. Уснул 1 января все, мы 1 января вместе с вами. Наверху есть еще один прикольный подарок за 749 рублей. Я так понимаю, что это та же фабрика, что и у этого подарка, потому что оформление одинаковое. Ну а вот это мы с вами точно возьмем. Чебурашка тренд уходящего года. Стоит такой подарок 529 рублей. Есть, оказывается, степ-набор. Это очень маленький подарок, стоит всего 109 рублей. Как мы с вами могли такое пропустить? Маша и Медведь за 259. Набор лесная загадка. Здесь все лесные звери поехали на бал. И даже щелкунчик с собой прихватили. Давайте возьмем. Что мне уже кажется, мы где-то 1025 оставим на эти подарки. Подарок сундучок чаю. Тоже скидка хорошая, стоит сейчас 399 рублей. Ну возьмем. Смотрите, тут есть подарок Hello Kitty. Он в прошлом году продавался. Интересно, будет такое же наполнение, как и в прошлом году, или что-то новое. Обязательно возьмем, стоит 239 рублей. Как и этот подарок Левушка, который тоже хочется взять. Но он стоит уже 159 рублей. Здесь всего 139 грамм. Но потом, скорее всего, эту коробку можно использовать как кормушку. Оказывается, у Хрутки два варианта подарка. Этот мы уже взяли. А есть еще вот такой в форме ракеты. Стоит 349 рублей. Для 799 можно взять вот такой огромный подарок в форме автомобиля. Настоящая зимняя Феррари. Мне кажется, тоже не очень интересная тема. А грузовик от Левушки-детям мы распаковывали в прошлом году, и он абсолютно не изменился. Стоит 549 рублей. Турбозавры. Такая фура стоит 579 рублей. Вот это что-то новенькое. Плюсом тут есть еще и игра. Конечно же, куда без Киндер Макси. В этом году на новогодних Киндерах изображен пингвин. Такое яйцо стоит уже 399 рублей. Цены просто в космос улетают. Я в шоке. Обычные маленькие Киндеры тоже подорожали. Они стоят 85 рублей. И то это со скидкой. По идее, у них цена 119. Помню, в том году в Ашане они были по 69 рублей. Кажется, у меня есть очень важный вопрос. Вот данный Киндер Макси. Это что-то на новогоднем или это базовая коллекция? Просто Новым годом тут даже и не пахнет. Нарисованные различные звери. Стоит такой набор 1190 рублей. Я его, конечно же, возьму, чтобы мы вместе с вами посмотрели, что здесь. Но есть предположение, что это обычный подарок, который продается на Новый год. А вот новогоднего Киндер Макси Макси, к сожалению, нет. Есть только Киндер Макси Макси Леди Баг. Ура! Мы с вами дорвались до самых люксовых подарков. Под ними я подразумеваю подарки, которые находятся либо в подушках, либо в мягких игрушках. Подушка это, скажите, абсолютно что-то новое. Называется Дракончик с плюшка. Сто девятьсот девяносто девяносто девять рублей. Тут не только сладости, плюс еще и подушка. Его мы точно должны взять. Так, и вот этот подарок в мешочке. Он со снегирями. Есть в красном цвете и есть в синем. А еще есть немножечко другой дизайн. Он в формате почты. У них, я так понимаю, одинаковое содержание. У меня это только дизайн пакета, потому что все по сто девяносто девяносто девять рублей. Возьмем именно его. Он безумно тяжелый. Чтобы вы понимали, здесь целых восемьсот грамм конфет. Дракоша есть зеленого цвета за тысячу сто девяносто. И здесь триста грамм конфет. Также Дракоша есть красного цвета. Здесь пятьсот грамм конфет. И это варежки. Это очень круто. Их можно потом использовать. Смотрите, как они круто смотрятся. Полторы тысячи, конечно. Какие там конфеты, я думаю, интересны всем. Так что возьмем. Плюсом за тысячу восемьсот девяносто можно взять обожайку. Здесь конфет девятьсот грамм. Это шапка. Но она не работает. Мы выберем самую классную обожайку, у которой уши будут рабочего характера. Вот это я понимаю. Соседям повезло. Всем потом буду подарки раздаривать. Это, кстати, один из самых дорогих подарков, в принципе, здесь. Самый дорогой, который я вижу, это снеговик, который стоит две тысячи сто девяносто рублей. Его можно использовать потом как игрушку под елкой. Здесь килограмм конфет. Называется он Дэнди. Давайте возьмем. Интересный вид. Еще есть мишка. Он мне нравится больше. Он такой милый. Тысяча семьсот девяносто стоит. За тысячу пятьсот девяносто можно взять вот такой подарочный набор, который называется Мечта Сластеный. Килограмм конфет. И это рюкзачок. Честно, рюкзак в магните за триста рублей намного круче. Ой, за двести девяносто надо взять такой кулечек. Смотрите. Он тем более от бренда Славянка. Тут должен быть хороший набор конфет. А рядом есть кулек намного дороже. За семьсот девяносто девять. Бюджетный набор, я думаю, всем больше интересный, чем дорогие, как правило, поэтому их нужно набирать побольше. Смотрите, набор за девятьсот девяносто девять рублей. Здесь есть динозавр. Плюс конфеты, которые находятся здесь. Обещают тут триста грамм конфет. Я так понимаю, он эксклюзивно в Ашане продается, потому что называется новогодний подарок Ашан. Дракоша Прош. Есть подарок, который называется 31 декабря. Здесь пятьсот грамм конфет. И это выглядит как перекидной календарь. А там будет интересный календарь внутри. Его уже кто-то открывал, представляете? Там просто конфеты. Ой, мы его почему-то пропустили. Тифон. Тысяча четыреста пятьдесят девять рублей такой дракон. Здесь шестьсот грамм конфет. За тысячу двести девяносто есть вот такой вот подарок Гоша. Новогодний Гоша. Тут семьсот грамм конфет и очень красивая упаковка, которая просто разрывается от объема конфет, которые внутри. За девятьсот семьдесят девять есть новогодняя мечта. Ну а снизу очень красивый набор, который называется «Навстречу празднику». Это шкатулка. Она просто огромная, зацените. Тут полтора килограмма. Это самый тяжелый набор из всех. Его точно возьмем. Посмотрим, что там за полтора килограмма конфет. По идее, одних леденцов положили. За девятьсот девяносто девять рублей у нас есть посылочка новогодняя. Как мы могли это пропустить? Посмотрите, здесь есть новогодняя игра Левушка детям. В прошлом году была, по-моему, абсолютно такая же, да? Это что-то типа адвен календаря, только это игра. Берем. Для тех, кто очень любит петушков, предлагаю подарить такого петушка. Внимание, цена всего триста рублей. Давай твоему папе подарим. Мы сегодня едем после съемок этого видео на день рождения к папе Дениса. Так что мы еще с вами подарки посмотрим. Я ему точно такого петушка возьму. А снизу есть забугорный. Дорогой чупа-чупс. Тысяча четыреста девяносто. В шапочке. С каждым годом дорожает их сдава. Помню, как раньше он стоил 800 рублей. Эх, вот это времена были. Вы знаете, что смущает? Что всегда один и тот же вкус. Клубничный. Наконец-то мы с вами пришли к стенду с адвен календарями. Что мы тут видим? Календарь, который я никогда не видела, называется «Любимому дедушке». Плюсом идет какая-то игра. Стоит 579 рублей. Мне, как главной обзорщице адвен календарей на русском ютубе, обязательно нужно его взять. Далее, есть календарь за 289 рублей, в котором 30 молочных шоколадок. Бюджетный, красивый. Возьмем, посмотрим, попробуем. Плюсом, есть календарь «Хрупка». Я его открывала почти два месяца назад. Можете посмотреть ролик. Есть календарь с добавками к каше. Знала бы я, что он есть в Ашане, не заказывала бы на Озон, потому что ехал он ко мне. Не три года. Здесь различные добавки к каше. То есть сушеные ягоды, может быть, какие-то кусочки шоколада. Тоже скоро откроем, посмотрим. Брать я его не буду, потому что дом уже лежит такой. Тросточки новогодние, потому что в этом году я их не покупала. Хочется сделать какой-нибудь коктейльчик новогодний. Возьмем вот такие вот с малиной и с Машенькой. 179 рублей стоят. А это у нас, походу, тоже адвентик. Да, они на Озоне капец дорогие. 289 рублей стоят такой. Календарь сказка сладкая. Давайте возьмем. Я такой не покупала, потому что на Озоне он стоит 600 рублей. 600 рублей он точно не должен стоить. Плюсом, есть календарь с три кота от бренда «Регну». Медальоны. Скучно? Капец. Самый, конечно, крутой адвент, который тут есть, это тот самый киндер в виде поезда. А вот такое мы должны взять. Смотри, мега-набор. Вот твои любимые фрутеллы. Ого, какой он длинный. Чуть не пропустили. Самый люкс. Стоит он 699 рублей. Обязательно возьмем. Посмотрим, что тут внутри. Кажется, мне для сегодняшнего образа не хватало только одного такой красивой шапочки Санта Клаус. По-моему, я в ней больше похожа на шута. Но, тем не менее, это не отрицает того факта, что она шикарная. Стоит она 399 рублей. Берем ее 100%. Она очень удобная. И я еще хочу взять вот такую шапку за 299, серебряную. Она идеально нам подходит под елку. Или две сразу возьмем. Тебе и мне. К сожалению, таких больших шапок в классическом красном цвете нету. Но зато есть в синем. Всего за 199 рублей. А также есть тигр. Цена на которой неизвестно. Ой, какие красивые коробки я еще нашла. С крышками. Все как положено в новогоднем оформлении. 239, 309, 379, 439. Все, конечно же, зависит от объема, потому что они есть как маленькие, так и очень большие. Можно еще взять супербюджетный пакет. Смотрите, всего по 9 рублей. Маленькие. Ладно, округляем по 10 и по 15 рублей средние. И суперлюкс по 20 рублей пакет от такого формата с отдельной ручкой. Так, девочки, мальчики, взрослые покупки. В этом году мы еще ни разу не покупали алкоголь к Новому году. Я думаю, можно уже начинать это делать. Я вижу, что тут есть какое-то вино от бренда TT. Оно какое-то красивое. Что это такое? Блан де блан, белое брю. Пожалуй, возьмем мартини. Вот, ребят, я про него. Мне нравится мартини айсти, потому что он сладенький. Тут есть как обычные мартини, так и в такой красивой упаковке. Причем цена на них одинаковая. Хоть ты берешь с этими пайетками, хоть без пайеток, все стоит 1199. Как минимум две надо взять. Я, кстати, заметила, что в этом году везде стоит мартини айсти минимум 1199. А в прошлом году я помню цену 899 рублей. Ну, хотя бы 999, точно меньше тысячи. Насколько все сильно подорожало. Мы с вами впервые в таком отделе с крепким алкоголем. Но, как я и сказала, мы сейчас идем на день рождения. Папа Дениса, он любит крепкий алкоголь. Я пришла что-то ему выбрать. Либо какой-то коньяк, либо бренди, либо виски. Самый дорогой, который я здесь нашла, это Рэми. Ему 7 лет или 4 года. Сколько ему лет? Мне 5 лет. Мне 5. Мне 5. Называется Рэми Мартин. Красиво, конечно, выглядит. Еще вот этот набор прикольный. Армянский. Вот армянский точно я знаю, что он любит. Про-ощанский. Коньячный завод. Мы определились. Берем вот такой вот 10-летний, бархатистый, с каким-то купажом нереальным. 0,7. Не удивляйтесь. Ну да, мы в детском отделе. Сейчас тоже выбираем подарок. В общем, нам нужно выбрать подарок мальчику. Мы сейчас полтора года. Но я решила взять на вырос, потому что знаю, что он вроде как большой. То есть больше, чем надо. Взяли размер 86, это где-то на 2 года. И размер 80, который, скорее всего, подойдет на время сейчас. Стоит такой 1699 рублей. Конечно, она хотела взять новогодний, но новогодний остался один и очень маленький. Берем на совсем кроху. И хотела взять новогоднюю пижамку. Если найду, покажу вам. Пижамки тут действительно есть. Посмотрите, какая у них хорошая цена. 590, 590, 599. А не все, кстати, для девочек, а то сейчас обратила внимание, но не все большие. На 8 лет, на 3 года. Маленьких нету. Штанишки даже есть прикольные клетчицы 699 рублей. Цена вообще супер. Майки по 299. Считай, берешь такой комплект и получается 1000 рублей. Короче, у нас только единственный вариант есть. Это вот эти комбезы теплые. А из новогоднего только такой мы нашли. Стоит он, кстати, недорого. По-моему, 699, да, такое получается. Либо 599, да, вот красный комбинезон стоит 599 рублей. Такой красивый. Короче говоря, берем вот эти 3 и будем надеяться, что все подойдет. Хотела вам показать, какой здесь большой выбор новогодних носков. Это стенд с мужскими носками. И здесь реально есть что взять. И цены-то какие? 79 рублей. 79. Не поверите, тоже 79. Очень все красивые, качественные. Мне, допустим, вот эти нравятся с печеньками. Стоят они 99 рублей. Ну, внутри история стандартная, не самая качественная. Я думаю, взять такие, Денис, вот как раз размер 40-41. Как раз-таки носки получаются неделька. Нужно взять еще одни и будут на каждый день января. Давай вот такие возьмем. Теплые. О, они еще и теплые. Таких нужно двое взять. Прям твой формат. Они с начосиком. И всего 119 рублей. Идеально. В этом году у нас, к сожалению, не было 2 календаря с какими-то милыми подарками. Только все с едой. Так что вот, тебе сделаю на январь. Носки в красивом пакетике. Всего за 100 рублей. Короче говоря, есть три варианта. Это красные носочки, синие и серые. Мне больше всего понравились синие. Возьму Денису. Размер 39-42. В мужском отделе тоже все очень весело. Есть худи по полторы тысячи новогодние. Ну, такой. ХБ 70, 24 полиэстер и 6 лайкра. Также есть в синем цвете. Стоят 1499. Но мне больше всего тут нравится. Это свитера в скандинавском стиле. Посмотрите, тоже полторы тысячи, а выглядят намного дороже. На ВБ такие по три, по четыре. Это тебе точно надо. Посмотри, какая милота. Футболка Jingle Bells. Реально. Давай возьмем такую. 500 рублей стоит. Крутая. Ты в нее влезешь? Это самый большой размер. Худел, худел и все еще не похудел. Смотри, тут есть носки в виде бургера. Чизбургер называются. Стоят 100 рублей. Я хочу на них посмотреть. А где чизбургер? Можно три, да трое носок-то. Мы их назвали чизбургер-сокс, когда они просто желтые. Ну, продать надо желтые носки как-то. Вот тут носки пиццы, но там видно, что пицца. Есть еще один вариант новогодней футболки. Хоу-хоу-хоу. Они какие-то маломерки. Стоят 500 рублей. Ну, вот 2 XL маленькая, да. Берем. 500 рублей. Покажу вам, что находится в женском отделе со свитерочками. Тут так все красиво. Во-первых, есть вот такие скандинавские свитера по 2199 белого цвета, а также синего. Плюсом есть шапочки в скандинавском стиле с мехом по полторы тысячи. И есть свитера с горлом. Они стоят 2,499. Также всего за 399 можно взять вот такой лонгслив. Размеры разные от XS до 3 XL. И 3 XL выглядит вот таким образом. Я ее точно возьму. Такую кофточку в подарок. Ну, 300 рублей, это же вообще очень дешево. А выглядит-то как празднично. Написано горячий шоколад с пряней. Есть зеленые цвета, синие, как я взяла. И также есть красный вариант с оленем. Еще нашла два варианта свитеров. Они также с горлышком. Стоят 2,5 тысячи. Есть такой белый, очень толстый. И синий. Думаю взять себе вот такой свитер, потому что он, во-первых, приятного молочного цвета. Во-вторых, у него красивый скандинавский рисунок, который, знаете, действительно выглядит по-нарядному. Ну и, в-третьих, у него цена 2,200. Что у нас тут по составу? 30 шерсть и 70 акрил. Давайте посмотрим красиво украшенные женские носки. Есть такие в формате домика. Они стоят 179 рублей. Они утепленные, махеровые. И посмотрите, у них есть специальные такие снизу липучки, чтобы не скользить дома. Есть такой набор за 199 в красивом металлическом корпусе. Носки с оленем, нарядные, 199 рублей. Как дополнение к подарку очень даже. Тут есть разные дизайны и с оленем, и с Санта-Клаусом. Вау! Ой, ну, девочки, это база. Смотрите, какие классные комбинезоны домашние. Стоят всего 1000 рублей. На них сейчас огромная скидка. Почти 50% есть серый цвет. Он в елочку и с оленями. А есть красные звезды. Но я хочу себе вот такую тунику, потому что я хочу записать кое-какое видео рождественское. И это будет в этой тунике. Кто подписан на мой ТГ, возможно, догадывается, о чем я. Это размер L, а это размер 2XL. То, что мне нужно. Это не просто туника, это целое платье. Офигеть, это что за 1000 рублей комбинезон в виде оленя? Тут капюшон еще такой нарядный, с блестками, рога все на месте, Рудольфа нос на месте. У него даже в виде сердечка вот такая грудь. Конечно же, это лютый полиэстер, в котором будет жарко. Но в то же время в нем будет тепло. Я не знаю, что Ашан творит, но в этом году он просто плодовит на пижамы. Посмотрите, какие красивые. На них написано Миссис Клаус. И можно собрать целый семейный комплект. То есть и мужская, и женская, и детская. Совсем маленькие такие пижамки должны быть. И должны быть пижамы для животных. Но мы их не нашли. Самая прикольная цена всего 899 рублей. Я тут нашла раскрытую в размере XL. Покажу вам, как она выглядит. И я вот думаю себе взять. Смотрите, какая красота. Нашла себе такой же размер XL, только новую запакованную. Пускай будет лучше посвободнее, нежели чем она будет в обтяжку. Дальше тут также по 899 рублей. Еще такие пижамы. Но тут на самом деле очень плохого качества наклейка. Мне кажется, она разорвется прям в первый же день. Посмотрите. И есть синяя пижама. Написано с любовью. Вот это выглядит не очень, согласись. Серая самая нарядная была. Ну а снизу пижамы дороже на 100 рублей. Все они по 999 рублей. Есть с пингвином, с елочкой и со снежным шаром. Мой шок в шоке. Валенки. Как вы думаете, сколько нынче стоят валенки короткие? Еще и написано, что это домашняя обувь. С каких пор валенки это домашняя обувь? Шли-шли и нашли. Оказывается, есть Моцарт еще и со вкусом кокоса. Давай возьмем попробовать? Ура! Наш первый Моцарт! Я этим временем пришла в отдел с детским шампанским. Если вы не знаете, какое детское шампанское выбрать, обязательно смотрите вот этот ролик про детское шампанское, которое я снимала в том году. Но сейчас давайте посмотрим, какие есть новинки. А их тут стоит достаточно много. Вот такое шампанское. Мы не пробовали Рокки по 129 рублей. Также есть по 115, которое выглядит не очень, не похоже. Спойлер. Лучший из лучших это Абрау Дюрсо. Видите, как его мало осталось. Должно было быть розовое, но осталось только желтое. Я не удержалась и все-таки решила взять две вот эти бутылки. Будем пробовать их вместе со сладкими подарками. Знаете, есть ощущение, что пора на кассу ехать, потому что тележка у нас уже просто валится. Самое главное, забыли взять пакет под подарок для папы. Я хотела взять такой пакет, потом поняла, что что-то тут нечисто. Поэтому буду доставать вот этот зеленый. С днем рождения нету? Печаль, да? Ладно, возьму просто вот такой вот голубенький. Тем временем Денис уже убежал, потому что нам нужно в отдел для автомобилиста купить там канистру. Собственно говоря, мы на месте. Нам нужна канистра для бензина. А бензин нам нужен для генератора, который мы заказали домой, потому что, ну, сами понимаете, нужно. Итого выбор на двух пятилитровых. И я еще возьму такие вот коврики. Старые выкинем, новые постели. Они очень хорошие. Бытовуха пошла. У меня только один вопрос. Почему я не видела этого раньше? Это мишура с игрушками на ней, которая выглядит как елочная мишура. 179 рублей стоит. Есть вариант золотые и серебряные игрушки, а есть вариант синие и серебряные. Что-то не то у нас появилось. Это большую в итоге решил взять. Посмотрите, какой красивый снеговик. Вот думайте, сколько он стоит. Я думала, рублей 300 цена на него. Но он же явно этих денег не стоит. А скажите, чем он отличается от этой елки, которая стоит 300? И мне оно даже больше нравится. Вот это так вообще классическое. Мы продолжаем постепенно выбирать подарки. Опять-таки ребенку нужно выбрать что-то. И мы сейчас полтора года. Мне понравилась эта каталка. Но она на вид не очень, зато прикольно поет. Слушайте. Всякое разное есть. Ну а я посмотрела наверх, и тут есть музыкальный Винни-Пух. Всего за 900 рублей. А еще это новинка. Но в нем нету батареек. Беру, беру. Смотрите, есть еще игрушки Ливана с Винни-Пухом. Тоже прикольно. Почему они такие дорогие, стоят 600 рублей. А музыкальный 900. А зачем они пищаткой для собак? У меня много вопросов. Ну я возьму. Друзья, смотрите, что нашла. Журнал за 298 рублей. В котором есть еще вот такой подарок. Лаборатория. Бомбочки для ванны. Есть даже два варианта. За 300 рублей. Ну тут, знаете, скорее всего бомбочки, а журнал в подарок. Оказывается, появилось много новых разных журналов, которые я раньше не видела. И мне кажется, кроме Ашана они нигде не продаются. Тут что-то связанное с Дисней. Посмотрите. Тут даже есть Селена Гомес. Барби каждый год дорожает. Уже 450 рублей стоит. Нашла еще красивые пижамы мужские. Вот такая, допустим, стоит всего полторы тысячи рублей. Здесь брюки теплые и свитшот. А за тысячу рублей можно взять вот такую вот с северным полюсом. Она тоненькая, идеально, когда дома жарко. Штанички, смотрите, с пряней красивые. А рядом есть пижама за полторы тысячи. Она не новогодняя, более такая универсальная. Единственное, что в ней новогоднего, это клетчатые брюки. Ну а мы, наверное, отправляемся на кассу. Тлежка действительно полная. Пишите в комментариях, как вы думаете, сколько мы сегодня потратим. Внимание, внимание, теперь мы знаем, сколько стоил тот самый Дедушка Мороз, которого мы взяли. 1790 рублей. Настолько красивый, что его поставили на самой главной елке Ашана. Наряжена она сочно, согласитесь. Но мы с вами все купили. У нас получилось две огромные корзины. Посмотрите, какие они гигантские. Хочу сказать, что качество пакетов Ашане испортилось. Они у нас все порвались, буквально еще не попав в корзину. Что за дела, девочки, мальчики? Куда жаловаться? В итоге две корзины. Здесь покупки наши домашние бытовые. А здесь все сладости. И у нас два чека, потому что я специально все поделила, чтобы узнать, сколько я денег потратила на сладкие подарки. Вот как вы думаете? Возможно, общую сумму чека я где-нибудь написала в названии или на обложке. Но сколько на сладкие подарки потратила, точно нет. Вы будете в шоке. Цена вопроса 30 356 рублей. И это учитывая то, что мы еще списали бонусы. Тысячу рублей. И второй чек, это на наши бытовые покупки, он в 26 189 рублей. Итого, общая закупка в Ашан страшно звучит в 56 тысяч. А на этом, как говорится, завершаем этот прекрасный новогодний ролик. Надеюсь, что он вам понравился, хоть немножко настроение подняло. Не ждем, не дождемся, когда же мы снимем огромный выпуск про сладкие подарки. Давайте вы под этим роликом, чтобы меня замотивировать сделать это как можно скорее, соберете 25 тысяч лайков. Тогда я буду видеть вашу активность, видеть то, что вы это действительно ждете. И я такая, все, не спим ночь, снимаем на канале МЗ. Напоминаю, все, что связано с какими-то вкусностями, ищем именно то. Но на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в новых роликах. И до скорой встречи всем. Пока. Эй, пссс, с наступающим тебя Новым Годом.